Уже во второй половине января следующего года состоится Республиканский съезд Родословия народов Республики Саха-Якутия. И более подробно об этом съезде нам сегодня расскажет Константин Аргунов. Это директор общественной организации научно-исследовательского института генеалогии и этнологии народов Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, про этот съезд. Что это за съезд такой? Ну, начало этого съезда и инициатива была, началось еще двух лет назад. И в этом году у нас еще с августа месяца были совещания, были своего рода, как говорится, с главами совета. И 20 сентября этого года был проведен Совет правления муниципального образования Республики Саха-Якутия, в котором был внесен вопрос о проведении съезда Родословия народов Республики Саха-Якутия в дни проведения седьмого дня очередного съезда муниципального образования Республики Саха-Якутия. Это планируется сейчас где-то во второй половине 2018 года. И в этом будут участвовать, естественно, как организаторы, как авангард, те люди, которые организуют все это, создание вот этих электронных наслежных архивов, про которых мы всегда с вашей помощью, да и через НВГ, через газеты всем, как говорится, пропагандируем. И участниками будут, конечно, в первую очередь, это главы муниципальных образований, наслежевов и улусов поселений, да. Естественно, здесь в первую очередь основа сейчас готовится с помощью ученых, наших сподвижников, которые занимаются тоже родословием народов, да, ученых, архивистов, ученых. Тут они не делятся на, как говорится, на историков, на гуманитариев. Это родословие, это состоит из того, что как человек внутренне сам готовится. И следующим, конечно, самым основоположником этой основы будут участвовать краеведы, наслежевов и поселений, те, которые именно занимаются и вот создают родословие своих земляков, своего рода, семьи и плюс еще те коллективы, которые пишут истории своих поселений. И, да, здесь, конечно, очень мы благодарим за совет муниципальных образований, вот Костюна Анатолия Пимовича, и мы очень плотно работаем с исполнительным директором Гроховым, Дмитрием Николаевичем, самым главным нашим сподвижником. И мы благодарим свою Академию наук, в которую мы входим, как именно официальное научное учреждение. Хотел спросить, какие вопросы будут подниматься на съезде? Ну, съезд будет учредительным, так как это впервые со дня образования муниципальных образований на таком уровне с участием более 400 муниципальных образований, глав, понимаете, да. И поэтому здесь, естественно, будут рассматриваться вопросы о создании наследственных электронных архивов, ну, поселениях и наследа. И, во-вторых, будет рассматриваться вопрос о аудиовизуальном наследии, да, сохранении образов наших старейщин, старшего поколения, чтобы все это передавалось. А каким образом это будет сохраняться? Мы ведем поселения там, где у нас договора есть, ведем записи более, там, 70 лет, записываем их об истории своего рода, да, и вносим их в файлы. И, естественно, в этом съезде будет, самое главное, это учреждаться и утверждаться положение Совета ученых и краеведов, так как мы через посредством создания наследственных архивов хотим сделать науку доступной для общества, для всех слов. Еще хотим сказать, что именно этот съезд будет очень многосословным. Почему? Потому что здесь мы не будем делиться ни на представителей власти, ни на хозяй, да, ни на рабочих, ни на ученых, ни краеведов, потому что это родословие, это, как говорится, дело каждого. Следующим документом это будет принятие концепции. Следующий самый еще основной мы, цикл вот проведения этих съездов. Это мы планируем пятилетний съезд, через пять лет, вот таким образом, да, между этими съездами мы совместно с Советом муниципального образования ежегодно у них проводятся вот внеочередные и очередные съезды, да, и там будет рассматриваться так, как на слегах, поселениях идет дальнейшая такая работа. Поэтому, естественно, в этом съезде будет учреждать со своего рода структура, которая должна работать именно на финансовой основе, предусмотренной в муниципальных образованиях. Таким образом, основные вот эти три документа. Естественно, будут принять учредительный договор с Советом и с Институтом. Съезд очень масштабный получается, вся республика будет в нем участвовать, плюс поддержка от правительства есть. Почему, ну, это означает, что вопрос действительно важный. Почему этот вопрос важный? В первую очередь, сейчас мы живем в внедрении глобальных таких мегапроектов в нашей территории, да. И таким образом, то, что знание свое родословие, тогда, когда мы же пытаемся и делаем всю эту методику на уровне всех тех, которые у нас живут, да. Естественно, это мы приняли это за основу коренной народа Саха и старожилов наших, нашей республики. И поэтому знание свое родословие, это самое важное, то, чтобы, естественно, отсюда выходит второй вопрос, сохранение здоровья наших народов. Потому что при кровосмещении, сами знаете, да и весь уже, как говорится, общество знает, что уже нельзя допускать вот такие близко-родственные брачные связи. Вот, естественно, поэтому мы вот это сохраним, сделаем хотя бы наше поколение. Это до 1927 года внести вот эту перепись и современность четыре поколения соединить. Ну, а потом дальше на слегах еще будут писаться вот это в дальнейшем. Ну, я думаю, в принципе, это интересно узнать, кто твои предки, да. Да. Два-три поколения назад. Почему? Потому что, да, 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 да. Я думаю, что мы об этом еще поговорим, тем более, что самсессия состоится в январе. По итогам тоже вас будем ждать обязательно. Да, да, да. Спасибо, что встретили это утро вместе с нами, поделились этой интересной информацией.